Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы на моем рукодельном канале. Сегодня у нас суббота и это будет влог выходного дня. Поснимаю сегодня, поснимаю завтра. На прошлой неделе, в прошлые выходные был мой первый опыт такого видео. Я поняла, что вам формат такой тоже нравится. Поэтому, кто хочет просто под мою болтовню повязать, да, то это видео будет для вас. Что буду я делать в эти выходные? У нас уже 35 минут второго. Я с утра уже переделала кучу дел. Ну, как кучу дел? Я проснулась. Сегодня, кстати, проснулась поздно. Так, давайте начнем с того, что видео это будет не вязальное совсем, да, но немножко буду затрагивать какую-то тему. И оно, наверное, будет интересно тем, кто, может быть, хочет узнать меня с какой-то другой стороны, не только с вязальной, да, Ну, и чем я вообще занимаюсь еще помимо вязания. Чем, да. Ну, вот. С утра я, значит, проснулась сегодня очень поздно. А все почему? Ну, для меня 9 часов это поздно. Я встала сегодня в 9. Обычно я встаю раньше. Ну, вот как-то так получилось. Все почему? Кто со мной давно, знаете, да, что я занимаюсь зумбой, я люблю. Кто не знает, я рассказываю. Я занимаюсь зумбой 3 года. Как переехала в Питер, сразу нашла. Решила попробовать, что это. Это танцевальный фитнес. 55 минут музыка нон-стоп. Просто повторяем за инструктором. Больше направлена на латинскую музыку. Ну, и наши, конечно же, инструктора уже и русские песни какие-то включают, но это редко, да. В общем, это такая интенсивная кардио-тренировка. После я выхожу вообще мокрая, всякак не знаю кто, но мне это нравится. Я всю жизнь чем-то занимаюсь, я имею в виду из какого-то вида спорта. Школьные годы все я занималась баскетболом. И когда родила старшего сына, ходила на баскетбол, да. И пока я из своего родного города Камень-на-Абинь уехала в Новосибирск, я периодически играла в баскетбол. Ну, вот уже, наверное, 18 лет, как я не брала в руки мяч баскетбольный, да. Либо брала его просто потрогать, но не играла. Вот. И я раньше занималась, когда только переехала, я ходила в танцевальную студию, где у нас была зумба, инструктор у меня была Даша. Кстати, с Дашей мы ездили и с девочками, которым она преподает зумбу в другом клубе там. Я ездила в мае в тур. У нас был зумба-тур в Турции. И пару небольших видео я в Дзене выкладывала на этой неделе. А там нет профессионалов, кроме Даши. Она там посерединке. Ее, конечно же, сразу можно узнать. Кто не посмотрел два этих видео, то зайдите, посмотрите. Они очень коротенькие. Вот. Это другая сторона моей жизни, так скажем, мое еще одно увлечение. Ну и я когда переехала в другое место, туда мне стало ездить в тот клуб, в танцевальную студию, вернее, неудобно. И я нашла у нас здесь, недалеко от меня, фитнес-клубе зумба. Я очень обрадовалась. Конечно же, я купила абонемент сразу на год, хожу. И так как, кто понимает, кто покупает абонементы фитнес-клуба, знаете, да, что ты купил его и ходишь на все занятия, которые там есть. То есть на тренажеры, на какие-то групповые занятия, которые там в большом количестве обычно. Ну и вот зумба, это одно из групповых занятий в нашем фитнес-клубе. И в пятницу у нас первый раз в нашем клубе была латина. Ну и я решила, я с латиной знакома в рамках зумба, опять же. И то там никто нас не разучивает никаким движением, мы просто повторяем за инструктором. Я решила сходить вчера на латину, занятия вечером у нас. Мне очень понравилось, но я смеюсь, я как коряга-корягой успокаиваю то, что не одна я такая там. В общем, я пришла вчера с латины, в таком настроении отличном, сходила в душ. Мне очень захотелось попить кофе. Конечно, в такое время я уже ничего не кушаю. Но я редко, когда что-то пью вечером, но мне захотелось кофе. В общем, я его напилась и пошла вязать. Я до полвторого ночи сегодня вязала. Вязала, значит, свою футболку. Да что-то, что-то глаз слезится. Видимо, вчерашний кофе выходит. Вязала свою футболку. Я довязала вторую половинку. Они у меня были разделены на перед и спинку. И я говорила, что мне не нравилась там горловина. У меня одинаковые, что перец, что спинка. В общем, мне не понравилось, что я там оставила мало петель. Там вот такая же горловина будет, как на этой футболке. То есть, вывязывается скос плеча, здесь горловина не вывязывается. И я перевязала, довязала ту полочку, перевязала вторую, но не закрыла плечевые швы. Вот. Поэтому я проснулась сегодня так поздно. В 9 связала у игрушки одну головешку на осьминога. Посмотрела задание. Вышел у нас клубочек следующий в односочной авантюре. Это был уже четвертый. Я три отвязала вчера. И, думаю, сразу свяжу. Связала четвертый этот клубочек. Потом я взяла свою футболку методом трех спиц. Я закрыла плечи, значит. Все, отложила, встала. Давай немножко прибираться. Похвалить за уборку я сегодня себя не могу. Уборка у меня была такая быстрая. Быстро пропылесосила, протерла пыль. Поменяла коту. Лоток, да, так быстренько. И все, помылась, пообедала. Собралась. Все, я уже готова к выходу на улицу. У нас всю неделю, вот как в прошлую субботу я промокла под дождем. В воскресенье у нас еще было немножко пасмурно с утра. Все, у нас всю неделю солнечная погода. Сегодня 24-25 градусов. Девочки у нас там пишут. Я так 25-24. Сегодня 23. Солнышко. И не хочется упускать такую погоду. И меня прям... Ноги меня несут на улицу. Таня, иди, Таня, беги. Поэтому я собралась. Ну и сегодня, конечно, буду совмещать приятное с полезным. Мне нужно съездить в Леруа Мерлен. Я на прошлой неделе там покупала лампочки. У меня натяжной потолок и точечный светильник. Я думала, что у меня двум светильничкам, этим лампочкам пришел конец. Я купила замену, но оказалось, дело не в лампочках. Надо вызывать электрика. Поэтому пока время на возврат не прошло, я поеду, отвезу. И пока все это дело, буду, конечно же, шевелиться, прогуляюсь. И хочу приехать потом зайти купить овощей в магазине. На неделю хочу сделать лечь, наверное. Ну и, в общем, какие-то заготовки в морозилку. Я обычно режу там перец, помидоры, да, все такое. Вот. Что я так много что-то наговорила и не помню, рассказывала я про завтра. Сейчас про план на завтра, наверное, не говорила, да. Завтра мы планируем. Я вот как раз с вами разговариваю. Девочки там, видимо, переписываются в группе у нас. Хотели завтра встретиться, раз погода такая классная. Хотели завтра встретиться с девчонками в парке Победы, погулять, может быть, повязать. Вот. Поэтому сейчас я отправляюсь в магазин. На улице, может быть, что-то вам поснимаю. У меня тут, кстати, моя салфетка, да. Столько отзывов. Классная салфетка, всем понравилась. Шоколадка. Лежит здесь одна, потому что сейчас я дома одна и пользуюсь, да, что я ее взяла и покушала, положила. Когда будет приходить кто-то, дети приезжают, да, конечно, я буду доставать другим. Шоколадку вчера распечатала от Тани Волынкиной, мне приз был. Здесь, кстати, вот такие шоколадки. Я вчера одну съела, получается их пять тоже все вот с такими пожеланиями. Прикольно обычный молочный шоколад по 27 грамм. Ну, вот такие красивые. Лежит здесь тоже у меня на столе. Все, отключаюсь. Я побежала и встретимся уже, наверное, на улице. Я хочу подключиться вам вот в этом месте. Просто рассказать немножко, где я живу. Раз у нас пошла такая пьянка, да, так скажем. Вот это место я вам уже не раз показывала. Я иногда прихожу здесь, на качелях сижу, вяжу. Я сейчас иду вот туда, по тротуару пойду. Я купила квартиру. У меня, получается, считается Ленобласть. Это город Кудрово. Вот он мой город Кудрово. И я сейчас иду пешочком до города Питера, да. Вот он там, Питер. Я в Лимана Про, надо правильно уже называть, да, не Леруа Мерлин. Я иду сейчас, пешочком пойду до трамвая. Идти мне от дома до трамвайной остановки в Питере, которая уже 15 минут. Вот так очень близко находится мой город. Ну, я считаю, что практически живу в Питере, да. Потому что, когда искала покупать квартиру, снимала я раньше в самом Питере, искала покупать квартиру. И, конечно, Ленобласть дешевле, чем... Сначала поболтаю, потом пойду, а то народ там много идет. Ленобласть это дешевле, чем сам город. Поэтому, конечно же, я выбрала лучше купить хорошую квартиру с хорошим ремонтом здесь, чем мне купить в Питере где-то совсем убитую за такую цену без ремонта квартиру. Да, либо совсем какой-то старый фонд, который мне не хотелось. У меня сейчас дом, 16-го года рождения, так скажем. Вот, поэтому я сейчас иду пешочком до трамвая и до, кстати, до метро. Мне от дома до метро в Питере, которая, идти 30 минут. Но, как вы часто видите, мегапарк у меня. Там мегадыбенко у нас магазин. Часто в обзорах говорят, мегадыбенко город Санкт-Петербург. По факту, это город Кудрово. И к концу 27-го года обещают туда ведутся уже работы. И там будет еще одна станция метро. Поэтому возле дома у меня скоро будет метро, что может не радовать. Все, наговорила я вам. Показала немножко. Погода у нас отличная, просто классная. Я в желтой футболке своей вязаной, как показывала. И все, можно идти по городу, да, по самому. И либо проехать на автобусе здесь от дома сразу. Ну, мне нравится вот эта тропинка, которая здесь. И я пойду по лесочку. Я немножко потом там подключусь, покажу. Я, кстати, подключалась уже там на дорожке, как-то уточек вам показывала. Вот, пойду сейчас вот туда, вот в Питер. Пошла вот в этот вот лесок, где показывала, да. Вот по левую сторону от меня это же Питер. Сейчас несут меня вот по левую сторону, где тоже Питер. Ну, а вот здесь, вот там, это уже Кудрово. Вот. Все, показала немножко, объяснила, где я живу, да. Все, я иду теперь вот в ту сторону. Там трамвайная остановка. Все, я сдала лампочки и решила пока и здесь взять еще какой-нибудь аромадекутер, чтобы был на всякий случай. Здесь вообще большой выбор на разные цены, так скажем, да. Ровненький есть. У меня, кстати, сейчас стоит вот такой кокосовое молоко. Я вам показывала в прошлые выходные. Оболбенный аромат. Я сейчас пойду еще другие посмотрю, мне нравится. Вот такие еще. Я тут за кадром нюхаю. Всякие разные. Ой, вот этот мне цитрусовая легкость. Очень понравился. Какой-то мне в прошлый раз еще нравился. Легкость ветра. Очень вообще. Вот водяная лилия, смотрите. Пустая полка на этом месте, да. Все разобрало. Вот экзотический манго, по-моему, да, у меня сейчас стоит. Это очень такой яркий, срывной. Я склоняюсь, наверное, к цитрусовой. Или вот этот. Нет, я беру цитрус. Все, пошла. Все, я сделала все свои дела. Иду назад домой. Но нет, не все дела сделала. Я еще зайду в магазин. Куплю овощей. Надо начинать уже немного морозить. А я что-то еще ничего не делала. Здесь лавочки вот так люди сидят. Немножко отрежнусь, не буду показывать. Погода просто вообще огонь. 24 градуса. Сегодня 7 сентября. 24 градуса. Вот здесь я как-то показывала луточек. В общем, все. Вот это по этой тропинке. Теперь до дома. Время у нас 4 часа 35 минут. Ровно 3 часа я проходила. Зашла на обратном пути в магазин. Хочу сейчас поморозить овощи. Овощи, перцы. У меня еще есть большой пакет в холодильнике такого же. Я его купила на лечо. Лечо буду делать на следующей неделе. Потому что выходные дни некогда. Купила помидоры на 80 рублей. Сливка перец 70 рублей. Огурцы 50 просто на салат. Морковка 27. Тише привет. Взяла вот такую кукурузу. Она 54 рубля, по-моему, стоит. Такая простая. Я ее тоже буду замораживать. Смесь буду делать сейчас перец. Кубиками морковка и кукуруза. Я люблю такое потом делать. С рисом. Типа гавайской смеси. Еще покупаю потом зимой уже замороженную стручковую фасоль. Добавляю. Либо цветную капусту. Доброфли. Что-то такое. Вот. Сыр взяла просто на салат. На ужин сделаю салат с овощами. С сыром и с растительным маслом. Сыр сколько он у нас стоит? 90 рублей стоит сыр. И взяла вот такой уксус. Плюс у меня только сенса уксусная, которая 70% взяла еще вот такой. Опять же лечо буду делать там в рецепте. Вот такой. Все это все мои покупочки. Да, вот здесь еще стоит. Я сторонку брала. Это то, что я купила в Лимана Про. А я его пока не буду открывать. Поставлю в запасики. Все, сейчас попью чай с шоколадкой. Тут у меня чек. Попью чай с шоколадкой. Что я сегодня себе пожелаю. Вчера у меня было что-то про любовь. Истинной красоты. Давайте сегодня пусть будут яркие впечатления. Все, пошла пить чай. Прошел у нас час. Я нарезала вот тут 6 пакетиков. Здесь у меня, как я и говорила, морковка кубиками, перцы и кукуруза. Кукуруза, баночку кукурузы. Вот на 3 пакетика таких. Я вот так их делаю, чтобы удобно в морозилке лежали и быстро замерзали. Перец я покупала ласточку. Я старалась выбрать что-то более-менее поспелее. Но он весь зеленый. Ну, какой есть. И вот здесь такая красота. Прям смотришь и радуешься. Здесь морковка на терке, перец и помидорки резаные. Я много делаю таких всяких заготовок. Это у меня только начало. Потому что к осени овощи становятся подешевле. Ну, да и всего разом тащить очень много, тяжело, да. И я без машины. И поэтому я буду делать вот такими маленькими порциями. Но делаю я много. Вот. На сегодня я буду с вами прощаться. И увидимся уже теперь завтра. Доброе утро. Воскресенье. У нас погода чудесная. Смотрите, какое небо. Вообще голубое-голубое. Прям такое ровненькое. Ни оглачков, ничего нет. Классное утро. Время 9.15. Я проснулась часов 8 сегодня. Уже повязала игрушку. Попила кофе. Ну, кофе я пью сразу, когда просыпаюсь. И сейчас я поставила чайник. Буду завтракать. На завтрак у меня будет просто бутерброд. И еще повяжу игрушку. Потом буду собираться. И сегодня еду в парк Победы. Не знаю, кто из девочек у нас соберется. Но Галя так точно. Галина о вязании канал. Мы собирались несколько девчонок. Но у кого заболели дети. Кто сам разболелся. В общем. Вот. Ну, ничего страшного. Будем гулять вдвоем. Обещают у нас погоду сегодня 24 солнечную. Поэтому, конечно же, нужно идти гулять. Вот такая красота. Пойду гулять. Вас возьму с собой. Покажу, чего мы там делаем. Я возьму вязание. Может быть, мы посидим с Галей, повяжем. Ну, а вот такой будет сегодня мой денек. Все. Пошла завтракать. В парке Победы. Вот девочки наши. Ира. Ира, Галя там тоже что-то снимает. Какая красота. Столько народу отдыхаешь. Она даже в камеру не входит. Пушистая такая, здоровая. Какая красота тут. Мы все гуляем. Девчонки. Необычные такие гулянки. Дуба-клен. Дуба-клен. Ну, еще не отвалились, думаете, желуди. Даже палатка у кого-то. Кто-то тут рыбаки. Приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только приехала с парка, вся уставшая, но довольно счастливая. Время у нас уже 35 минут седьмого. День вообще просто пролетел Маха, но он был такой позитивный. А видите, по мне, да, я вся такая... Пришла до дома и на расслабоне вся такая... Ну да, устала. Находились, повязались с девчонками. Сходили в кафе, попили кофе с пироженками. В общем, отличный был день. У меня тут мешочек с желудями. Не знаю, зачем, но мне надо. Иногда вдруг зимой что-то захочется сделать, а у тебя нет. Нашла, смотрите, какие красивые шляпки, аж из трех штучек. Конечно же, желуди отдельно, шляпки отдельно. Я их потом вот так приклеиваю на горячие пистолеты. М-м-м, будет из трех штучек вообще красота. В общем, день был активный, позитивный. И я постараюсь сейчас смонтировать этот влог, выложить сегодня. Но если вдруг у меня сил сегодня не хватит, то тогда уже в понедельник вы его увидите так точно. Хочу девчонкам передать большое спасибо Гале, Ире. Мы гуляли втроем. Спасибо вам за супер душевную встречу. Я просто очень счастлива, что вы появились в моей жизни. Ну все, всем остальным хочу пожелать мира, добра и тепла. До новых встреч, пока-пока.